Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим с вами, как ухаживать за пионами весной. Потому что пионы это распространенный садовый цветок, он был любим нашими бабушками, он и сейчас встречается в наших садах. Не раскрою большого секрета, если я скажу, что пионы, которые вырастут в садах, по жизненной форме относятся к двум садовым группам. Это травянистые многолетники и кустарники, древовидные кустарники. Но чай-чай цветут очень красиво. Как добиться пышного цветения этого растения? Потому что агротехника его очень-очень одинаковая. Ну, как бы всем нам хочется, чтобы наши пионы имели большие крупные цветы и цвели дольше. Как этого добиться? А этого можно добиться с помощью подкормок. Так вот, смею заверить некоторых садоводов, что они в чем-то ошибаются. В чем происходят ошибки? Значит, пион это такое растение, которое для обилия свечения и закладки цветочных почек нуждается в основном фосфорно-калийных удобрений. Азотных удобрений ему надо очень рано. Для того, чтобы у вас было какое-то восприятие, наша первая подкормка для древовидных и кустарников и травянистых пионов будет делаться ранней весной, поталой мерзлой почве. Значит, что мы будем рассыпать? Это вносится удобрение в сухом виде и рассыпается где-то на одно такое растение 50-70 грамм сложного удобрения. Но, если вы берете удобрение, например, марки 16, 16 и 16, значит, знайте, что по физическому весу соотношение питательных элементов для пионов должно быть 1, N1, фосфор 2, калий 1. То есть, в это сложное удобрение нам необходимо добавить примерно одну треть суперфосфата. Домешиваем суперфосфат с этим удобрением и рассыпаем. Ну, без разницы, если это травянистые пионы, значит, старая альфия не попадает на корневища. Посыпаем где дальше от корневища. Когда починаться подтаивать, просто-напросто проходим тяпочкой и это заделываем. Следующая подкормка для наших пионов будет производиться, когда появляются бутоны. Тоже без разницы, то ли древовидные, то ли, вот, появляются зачатки бутонов, мы будем делать подкормку. Так вот, в эту пору я не советую, вносить азот, потому что азот вызывает рост зелени пышный, но у шерп цветению. Цветки не будут крупные. В эту пору удобрения мы даем только фосфорно-калийное удобрение. Вот такой монокалий фосфат – это идеальное удобрение для подкормки пионов, неважно травянистых или древовидных. Ну, не забываем, что уже вторая подкормка и третья подкормка таким же удобрением делается. Вот, она только в жидком виде. То есть, ее мы растворим в воде. Растворим в воде и вносим по инструкции. Если у вас нету этого монокалия фосфата с таким уникальным составом, значит, используйте обычную пешную золу. Беру пешную золу, литровая банка золы на 10 литров воды, размешали и поливайте свои пионы. Вот и дальше. Значит, вот эта подкормка, которая будет вмещена, значит, она будет способствовать, что наши цветы будут очень крупными и будут держаться дольше. Вот именно только за счет фосфорно-калийной подкормки. Следующая третья подкормка дается обычно через две недели после цветения. Через две недели после цветения опять фосфорно-калийная подкормка. Эта подкормка, почему она очень важна? Потому что она начинает закладываться цветочные почки на следующий год. Будет в достатке этого удобрения, у вас не будет пустых стеблей, а все стебли будут цветущими. Соответственно, декоративность куста будет увеличиваться. Ну и вот следующий немаловажный вопрос, значит, по уходу за пионами, что когда становится теплая погода, мы и у дрововидных пионов образуем сухие кончики. У травянистных пионов мы до уровня земли срезаем старые стебли. Почему это необходимо сделать? Потому что старые отмерзшие стебли могут содержать споры болезней. И ваши пионы будут болеть потом серой гнилью. То есть бутоны будут сгнивать. Вот эта особенность. Ну и дальше, что пионы такое растение, которое растет как бы и в горах, и в степях, на богатой почве, и все время как бы оно прикрытое. Поэтому ваши пионы будут сохраняться и цвести гораздо лучше. После того, как мы дали подкормки, надо весь куст замульчировать. Мульчируем, перегноем. Замульчировали наши кусты. Наши пионы будут чувствовать себя прекрасно. Если вы используете такие подкормки для наших пионов, выбирайте старые стебли, замульчируйте. У нас полноценное цвечение. Просто будут кусты ломаться от обилий цветов. Вам гарантировано. Так что попробуйте так сделать и пусть пионы радуют вас, как радовали когда-то наших бабушек. До свидания. До новых встреч.